здравствуйте ребята откройте пожалуйста рабочие тетрадки и запишите дату сегодняшнего урока 14 апреля классная работа тема урока разноспрягаемые глаголы есть в русском языке такие глаголы которые называются разноспрягаемыми сегодня на уроке мы познакомимся с этими глаголами рассмотрим особенности и спряжение и узнаем почему они так называются глаголы хотеть и бежать называются разноспрягаемыми глаголами так как частично спрягается по первому и частично по второму спряжению глагол хотеть в единственном числе имеет окончание первого спряжения с гласной и по множественном числе имеет окончание второго спряжения с гласными и и я перепишите пожалуйста данную информацию себе в тетрадь. Глагол «бежать» также относится к разноспрягаемым глаголам. Обратите внимание, как спрягается данный глагол. Перепишите данную информацию себе в тетрадь. Особенно спрягаются глаголы «есть» и «дать». Обратите внимание, пожалуйста, на их окончание. Также спрягаются глаголы, производные от этих глаголов «съесть», «поесть», «выдать», «отдать». В древнерусском языке спрягался по-особому также вспомогательный глагол «быть». «Я есть», «ты есть», «он есть», «мы есть», «мы», «вы есть», «они», «суть». В современном литературном языке сохранилась лишь форма третьего лица. «Есть» реже слово «суть». А теперь давайте отработаем данный материал. Запишите, пожалуйста, предложение. Найдите, подчеркните, как члены приложения, разноспрягаемые глаголы. Выделите в них окончание и укажите время, лицо и число разноспрягаемых глаголов. Молодцы! Проверьте, пожалуйста, правильность выполнения этого задания. Следующий этап нашего урока – это употребление разноспрягаемых глаголов. Перед вами и текст. Прочитайте его внимательно, ставьте на место пропусков подходящие синонимы к словам «хотеть», «желать», «стремиться», «жаждать», «мечтать» и «хотеться». Выделите в тексте разноспрягаемые глаголы, подчеркните их, как члены предложения. Перед вами текст. Прочитайте его внимательно. Выпишите из текста глаголы. Определите их спряжение. Если вы забыли, что такое спряжение, откройте, пожалуйста, страницу номер 101 учебника. Повторите данный материал. Напоминаю, что к глаголам второго спряжения относятся глаголы, оканчивающие на «ить». Кроме слов исключений «брить» и «стелить», а также 11 слов исключений «терпеть», «вертеть», «обидеть», «зависеть», «ненавидеть», «смотреть», «держать», «слышать», «дышать», «гнать». Все остальные глаголы и два слова исключения «брить» и «стелить» относятся к первому спряжению. Кроме этого, вы должны найти разноспрягаемые глаголы и подчеркнуть их. После того, как вы выпишите все глаголы, определите их спряжение, найдете разноспрягаемые глаголы среди них, вы должны определить стиль текста. Давайте с вами вспомним, какие стили текста мы знаем. Правильно, это разговорный и книжный. Стиль делится на несколько видов – это публицистический, научный, художественный, официальный, деловой. Прочитайте еще раз внимательно текст и определите стиль. Следующее задание – вы должны определить тип речи. Давайте вспомним, какие типы речи мы знаем. Правильно, это повествование, описание и рассуждение. Надеюсь, вы справились с этим заданием. А теперь откройте, пожалуйста, учебник на странице 108. Мы с вами выполняем упражнение номер 527. Прочитаем внимательно задание. Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Укажите вид, лицо, число разноспрягаемых глаголов «хотеть» и «бежать». В упражнении вам дан образец, как вы должны выполнить данное задание. Откройте, пожалуйста, дневники и запишите домашнее задание. Выучите правило из параграфа номер 89 и выполните упражнение 522. В этом упражнении вы должны прочитать внимательно текст, списать его, подчеркнуть разноспрягаемые глаголы, указав время, лицо, число, составить простые и сложные приложения с глаголами-синонимами, которые даны в рамке, а также выполнить морфологический разбор слова «отчизна». Выполненные задания вы присылаете на проверку своим педагогам на электронную почту. Спасибо за внимание!